Привет, друзья! В специальном шестом выпуске я расскажу о новых смартфонах Meizu, презентации Samsung Galaxy Note 9, сообщу новости о Fallout 76 и об изменениях в церемонии Оскар. Не переключайтесь. Год еще не заканчивается, вроде бы рано раздавать награды, но одну, мне кажется, уже можно вручать. Вряд ли кто-то успеет сделать что-то лучше. Самый уродливый смартфон года Google Pixel 3 XL. Он реально выглядит страшновато. Изюминка во внешности – ужасающе здоровый вырез в экране. Хотя и все остальное в его дизайне, мягко говоря, не радует. Раз уж мы затронули церемонию Оскар, то расскажу, что в ней тоже планируются изменения. Признайтесь, вас тоже бесили десятки неинтересных номинаций, из-за которых приходилось засиживаться до утра. Так вот, теперь их тихонечко будут вручать во время рекламных пауз, так что длительность самой церемонии сократится до трех часов. Зато появится новая номинация «Самый популярный фильм». Непонятно только, по каким критериям его будут определять. Вчера состоялась презентация Samsung Galaxy Note 9. Точно такой же, как S9, скажете вы. На самом деле, Note 9 стал первым смартфоном с 512 гигабайтами флеш-памяти. Причем, с помощью SD-карты объем можно довести до 1 терабайта. 6,4 дюйма, Snapdragon 845 или Exynos 9810, 8 гигабайт оперативной памяти, емкость аккумулятора увеличили до 4000 мАч. В общем, за штуку баксов чуть отполировали здесь, чуть подкрасили там. Помимо Note 9 на презентации показали Galaxy Watch. Новые смарт-часы в двух размерах и трех расцветках. Телефон необязателен, в них встроен свой LTE-модуль. У Google, Apple и Amazon есть свои умные колонки. Samsung решили, что ничем не хуже и разработали свою. Догадайтесь, как она называется. Galaxy Home. И работает она с Bixby. Amazing. Совершенно неожиданно для всех Google взяла и зарелизила новую версию Android Fit. И назвала ее совсем не так, как предполагалось. Никаких Pistachio Ice Cream, просто Pie. До пяти одновременно подключенных Bluetooth-аудиоустройств. Возможность поворачивать панель с навигационными кнопками, когда это нужно. Максимум информации о приложениях, в которых вы проводите больше всего времени. И многое-многое другое, чего вы, скорее всего, не увидите на своем смартфоне. Потому что для него или не выпустят апдейт, или выпустят, но когда вы уже будете на пенсии. Fallout 76 не будет продаваться в Steam, по крайней мере с начала. Игру будут продвигать через собственную платформу Bethesda.net. Кроме того, стало известно, что отдельной бета-версии для теста в октябре не будет, игроки получат полную версию. Причем после релиза профили не сбросят и прогресс сохранится. Ну а в честь очередного фестиваля QuakeCon компания решила подарить всем желающим несколько дней бесплатной игры The Elder Scrolls Online. Любой желающий с 9 по 15 августа может скачать клиент и попробовать игру на любой из доступных платформ. Удивительно, но в 2018 еще кто-то делает флагманские смартфоны без челок. И это Meizu 16 и 16 Plus. Фронтальная камера уместилась на малюсенькой рамке, а динамик переехал практически на верхнюю грань. Это позволило избежать выреза и достичь 91% экрана к площади передней панели. Убрали и физическую кнопку M-Back, заменив ее в виртуальной, а сканер отпечатков разместили под экраном. Впервые Meizu использует флагманский чип от Qualcomm. В обеих моделях будет стоять Snapdragon 845. Отличаются они диагональю 16 и 6 дюймов, 16 Plus 6,5. Но самое главное цена. Meizu 16 со схемой памяти 6,64 будет стоить 395 долларов. Я аж задумался, но в них нет NFC, а без него я уже не могу. Huawei, который стремительно завоевывает рынок, в конце месяца может показать Mate 20 Pro, у которого будет гигантская батарейка емкостью 4200 мАч и не менее гигантский экран диагональю 6,9 дюймов. В новом фаблете обещают Kirin 980, 6 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт для хранилища, ну и еще обещают цену на старте больше, чем была у iPhone X. Закончу новостями робототехники. До сих пор все домашние роботы и выглядели грустно, и пользы от них было на самом деле немного. Но студия Anki из Сан-Франциско вышла на Kickstarter со своим миниатюрным домашним роботом. И вот он выглядит очень умилительно. Как живой, у нее есть эмоции, мимика, он слышит и разговаривает, может даже давать советы с помощью Google. А еще у нее есть маленькие колесики и он очень смешно дает пятюню. Ну а вы пока можете дать пятюню мне, поставить лайк и ждать следующий выпуск через неделю. Вы же ждете, правда?